Дмитрий Сергеевич Всех наших любимых конкурентов Последняя на которой он был Это была конференция в Нижнем Новости Осенью прошлого года И на протяжении этих конференций Их докладов у нас Школы на природе Дролу И когда я ехал Я готовил на эту конференцию И готовил свой доклад Я готовил значительные степени Для класса души Ленина Сергеевича Ленина Сергеевича такое Собесенье И Вообще есть такая типичная модель Собесенье Я это делал Я это делал Дмитрия Сергеевича И я совершенно Присоединяюсь С словам Катерин Владимир Потому что, конечно, это Невосполнимый Человек, который Прошел Историю Нашей науки И нашей страны В протяжении 70 лет Защищал диссертации Области Области Физики Области Взаимодействия Натронов и протонов Взаимодействия Элементарных Чистических И высоких Энергий Перешел в биофизику Занимался Биофизикой Растений Тоннельными Эффектами Теорией Информации Теорией Финалитики И последний Зон Он очень Интересно Нерисполнимый Теорией И Как Претраивающая Я рассчитывал на Дмитрия Сергеевича слушателя своего выступления еще потому, что он физик. И это физическое образование накладывало определенный стиль на то, каким образом он думал, каким образом он создал вопросы. Мое глубокое убеждение, что сегодняшняя когнитивная наука, первое, требует серьезных сбегов. И второе, эти сбеги должны происходить в сторону создания пундаментальной теории похожей на то, как это произошло в физике. Когнитивная наука созревает до того, чтобы составить задачу создания такой пундаментальной теории. И как более молодая наука, она, конечно, может получиться очень много в физике. Мы вам разговариваем, Дмитрий Сергеевич, я думаю, многие из нас, те, кто быстро знал его, разговаривают мысль. Перед любым исследователем, если он задумывается о глубоких основаниях явлений, которые он изучает, стоят вопросы по природе этих явлений. Они относятся, наверное, к самым глубоким вопросам, которые стоят в своей иной их дисциплине. Что такое предмет его исследования? Как он устроен для здорового производства? Перед предметами народа таких предметов три. Первое. Что такое мозг? Я вовлечу, что мы не понимаем фундаментально, что такое мозг, и научно предстоит эту планету. Нам это может быть многим ведущим пропадением. Но фундаментальный вопрос ставить никогда не бывает правильно. Второе. Это что такое разница? И третье. Каким образом мозг связан с разумом? Это три его вопроса в действительности образуют единый узел. И, пользуясь элегантностью и красотой русского языка, мы можем сказать в отношении этих трех духовных вопросов. Нас интересны, каким образом мы устроены как единое слово. Эта проблема является одной из самых глубоких и важных, нерешенных проблем современной науки. И я буду исходить в сегодняшнем выступлении из положения, что никакое количество экспериментирования само по себе не является достаточным для атлета на эту вопросность. Это проходило физико. Мы имеем огромное количество элегрических данных, как наблюдение физического мира, так и наблюдение своего внутреннего мира. Но просто выдавливанием из этих данных некого понимания, так как, по словам Беккена, можно выжить из виноградного назлефактов вино нашего понимания. Глубокие знания не достигаются. Кенштейн, разбирая это, вопросы ведутся и ведутся физики, говорил, что каждый исследователь физики значит, что это очень поверхностные вопросы и проблемы решаются неактивно путем выведения экспериментальных фактов. Глубокие вопросы требуются фундаментальной теории. Почему именно в фундаментальной теории мы увидим книжник? Какого смысла этого? Но я хочу начать с того, что все эти три вопроса являются нерешенными. Нерешенными в течение более нескольких столетий, как минимум. Альфред Нортвальдет, описывая состояние истории науки в начале 20-х века, писал, что две фигуры 17-го века изъяли разум из природы. Галилей и Декарт. Декарт, как мы знаем, ввел представление по протяженной субстанции, которую обладают животными и человек, и не биорийной, духовной, не материальной субстанцией респондентной, которая обладает только человек, и разделить таким образом их физического и ментального, и неживотного, и человечества. И поставить в проблему, в которой делись крупнейшие умы, философии и науки, начиная с этого времени. С другой стороны, Галилей, закладывая основы современной науки и методологии, в своем знаменитом труде «Приборных правильных дел мастер», писал, что мир наполнен субъективными ощущениями и чувствами. Но, поскольку мы знаем о них очень немного, мы оставим это в стороне. Физические принципы. Физика должна изучать вещи, которые являются объективными, измеримыми и математическими формуляциями. И с тех пор физика, дома в настоящее время, оторвана от субъективного мира и сознания. И отсюда проблемы, которые раскалывали физику и философию и физике во второй половине XX века. Вальтек дальше писал, что возвращение разума в природу началось только в конце XIX века. И первым, кто поставил программу естественно-научного возвращения помещения разума в природу, был Дарвин. Когда он сформулировал принципы естественного отбора, то через уже несколько дней в другой своей записной книжке, который называл Сэм, это физическое, которое касалось именно вопросов разума, психики и сознания. Он написал эти слова как впечатление от своего открытия. Метафизика теперь должна просветать. Тот, кто понимает Бабуина, может сделать больше вклад в метафизику, чем Лог. И вся его вторая часть жизни проходила в общем под символом возвращения, попыток возвращения, в том числе и высших функций мозга, разума, психики и сознания, в природу в соответствии с открытыми естественно-научными законами эволюции. Об этом были значительные степени его книги о происхождении человека в половом отборе и выражении эмоций у человека и животных. Надо сказать, что это следствие совершенно не является очевидным. И мы можем только уделяться глубине понимания, которое скрывается теперь после раскрытия многих дневников и записных книжек Дарвина. Сооткрыватель в принципах естественного отбора Олес придерживался к противоположной точке зрения. Хотя он сформулировал точно такую же концепцию, но он считал, что происхождение мозга человека, происхождение его мышления, рациональных, высших чувств и языка не является продуктом естественного отбора. Дарвин, который узнал, что Олес собирается написать такую статью, послал ему письмо, в котором он писал, «Я надеюсь, что вы не убили до конца наше с вами общее дитяство». В словах Уайфа это в действительности было слово «физиология». Он сказал, что возвращение разума в природу нашлось благодаря трудам физиолога в конце XIX века. И здесь надо сказать, что этим физиологом, хотя Уайфа, не упоминайте его, был, конечно, Иван Михаилович Сечин. Уже в 1863 году, через 4 года после публикации происхождения видов, он написал эссе, которое исходно называлось «Попытка вести физиологические основы в психические процессы». Как мы знаем, Сензурет не позволила опубликовать эту работу под таким названием, и она вышла как рефлексия головного мозга. Может быть, меньше известно, что вся дальнейшая научная судьба Ивана Михаиловича, помимо его блестящей работы в области физиологии, а мы можем сказать, что он опережал свое время, на десятилетия. Если бы его труды были бы несколько позже, или Нобелевские премии стали бы вручаться на несколько десятилетий раньше, то он, безусловно, заслужил бы Нобелевской премии за открытие центрального торможения, которое получило название «Сечиновского торможения», из-за открытия пластичности нервной системы, эффектов суммации. Это его величайшее экспериментальное достижение. Но меньше известно, что за свои заслуги и в исследовании именно психологии он был избран подсчетным председателем первого международного психологического конгресса, состоявшегося в Париже. И в ряде своих работ, например, «Кому и так разрабатывать психологию» или «Блестящим и глубоким другие элементы мысли», он сформулировал программу того, каким образом можно естественными научными методами исследовать высшие психические функции. Его имя ассоциируется с рефлексами, но не так многие помнят, что в последующих работах он ввел другое, более элементальное и имеющее для нашего сегодняшнего понимания большее значение понятие. Он ввел понятие, естественно, групп. И весь его труд в физиологии нервных центров пронизан используемым этой концепцией. Это группы клеток, которые активируются одновременным действием, и они имеют возможность сочетаться этими группами также в последовательные ряда их действий. Я вернусь к этой идее во второй части своего выступления. Конечно, экспериментальные основы исследований этих функций, и это, безусловно, повлияло на заключение Вальхеда в 20-е годы прошлого века, заложил нам Петрович Павлович. Его интересовало, каким образом материя мозга прождают себе киевые люди, и, приступая к исследованию этих вопросов в начале века, он сформулировал методологию, которую, мы знаем, была построена на жестких принципах следования физиологическому анализу, необходимости показать, где и как происходят те или иные процессы, процессы, сопровождающие психические явления в нервной системе, и условные рефлексы были таким методом для исследовательских проблем. Однако это трио исследовательских программ не было завершено ни Дарвиновым, ни Сеченовым, ни Павловым. Более того, эти вопросы стоят открытыми сегодня. Они стоят открытыми, как перед самой философией следующей проблематики, сформулированы Декартом, переформулированы одним из известных австрало-американских философов Дэвидом Чаумерсом, как трудная проблема сознания. И они стоят перед современной наукой. По оценке большого количества ученых, участвовавших в голосовании, крупнейших проблем, стоящих перед наукой в течение следующих 25 лет в дурнале Science, первые два места заняли эти два вопроса. Каково устройство Вселенной, каковы биологические основы сознания, имея в виду естественную научную теорию разума и высших физических функций? В области нейронаучных исследований сознания сегодня, пожалуй, доминирующим течением является коррелиативный подход. Тогда, когда физиологические процессы в бодрствующем головном мозге человека и животных соотносятся с объективно наблюдаемыми или субъективно переживаемыми отчетами от первого лица и наблюдения третьего лица, явлениями субъективного опыта. В этой области исследуется, например, то, каким образом происходят специфические возбуждения мозга человека при сравнении активации методами функционально-магнитной резонансной томографии или магнитной энциклографии при сравнении осознаваемых и неосознаваемых стимулах, аудиторных или зрительных. Происходит анализ того, как во времени разворачиваются эти специфические процессы. Здесь показана динамика активации коры головного мозга в условиях предъявления неосознаваемых, невидимых зрительных стимулах и в условиях предъявления зрительных стимулах, которые осознаются. Видно, что различия при осознавании наступают в интервалах, начиная с двухсотов или секунд и далее. И захватывают определенную область коры головного мозга. Обсуждается вопрос, каковы нейродинамические принципы, необходимые для активации мозга в условиях осознания. Обсуждается вопрос волны P3 в вызванных потенциалах или гамма-синхронизации в условиях осознания. Здесь видно, что в условиях зрительных стимулов происходит специфическая активация в области гамма-ритма, а также бета-синхронизации дистантных участков коры головного мозга. Исследуются даже клеточные основы этих процессов. Здесь показана активация нейрона в коре головного мозга, в височной коре у человека. Также в условиях, когда происходит осознаваемое восприятие картинки, это показано черными точками, и тогда нейрон активируется, причем активируется на более поздних периодах. И неосознаваемо, тогда этой активации не наблюдается. Все эти данные дают большой эмпирический материал. Существуют нейрофизиологические теории, которые обобщают эти материалы. Например, известна очень теория Алексея Михайловича Ивановича Ивановича про формирование круга ощущений, когда внешние сигналы, сенсорный вход, поступая в сенсорную область коры головного мозга, проходит циклическую циркуляцию захватом лобных отделов коры головного мозга, передних областей коры головного мозга и гиппокампа. и происходит Деновый синтез как раз на уровне 180 мс и далее, когда и происходит феномен осознания, появление субъективного опыта. Однако, как демонстрирует анализ недавно вышедшей статьи ведущих исследователей нервных королев от сознания, Кристофа Коха, Джулио Танонни и их соавторов, появившихся в мае этого года в журнале Nature Reviews Mirror Science, они проанализировали, дав определение нервных королев от сознания, проанализировали целый набор существующих эмпирических данных в области специфических проявлений нервных королев от сознания для модальных специфичностей полного сознания, нейроанатомических субстратов, нейрофизиологических субстратов. И заканчивают свою статью следующими выводами. Нет никакой единственной области мозга, которая кажется необходима для того, чтобы осуществлялось сознание. В отношении нейрофизиологических маркеров сознания надежда, что гамма-активность или синхронизация, или вызванные потенциалы П3Б могут являться признаками сознания, оказались и визуальными. И нервные королевы сознания сами по себе дают очень мало информации о сознании у пациентов с глубокими повреждениями мозга, у младенцев, у плодов, у животных или в искусственных машинах. В принципе, эти вещи известны давно. Алексей Николаевич Леонтьев писал «Дело в том, что никакое прямое соотнесение между собой психических и мозговых физиологических процессов проблем еще не решает. И теоретические альтернативы, которые возникают при таком прямом облегчении, хорошо известны. Либо это гипотеза про реализма, раковым образом приводящая к пониманию психики, как это феномен, либо это позиция наивного физиологического докторминизма, с вытекающим из него сведением психологии к физиологии, либо, наконец, это дуалистическая гипотеза психо-физиологического взаимодействия, которая допускает действия нематериальной психики на материальные процессы протекающей мозги. Для метафизического мышления никакого иного решения попросту не существует. Меняются лишь термины, пропевающие все те же альтернативы. Те, кто, может быть, был или слушал лекцию Чалмерса, посетившего Россию, выступавшего с докладом «300 лет трудной проблемы сознания». Могли убедиться в этом. Чалмерс рассматривает в качестве решения этой трудной проблемы сегодня два варианта, между которыми он коллегивается. Один — это пампсихизм, утверждающий фундаментальность сознания в физическом мире и неживой природе. И он склоняется к этому варианту, если удастся решить проблему композиционности, то есть каким образом из микросостояния сознания у микрочастиц могут возникать целостное состояние сознания у субъекта. Либо второй вариант, который он разбирает, это интеракционизм, что является, по сути дела, дуализмом. И он разбирает новую версию этой теории, которую он выдвигает, которая называется «Интеракционистская теория интегрированной информации». Но суть которой заключается в взаимодействии сознания на квантовом уровне с физическими субстратами и квантовой природе этого взаимодействия. Дело не только в том, что эти проблемы являются нерешенными на глубоком методологическом и философском уровне. Прямое соотнесение и поиски нейрофизиологических коррелятов не позволяют ответить и на многие научные вопросы, стоящие перед исследованием высших гнетинных процессов и сознания. Почему сознание зависит от активности одних структур мозга больше, чем других? Почему активность нейронов многих сенсорных структур определяет состав восприятия, но при этом сама неосознаваема? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы можем, оценивая историю развития этой проблемы и ее сегодняшнее состояние, сделать следующее промежуточное заключение. Проблема, по-видимому, заключается вовсе не в том, что существующие сегодня нерешеные физиологические теории несовершенны, требуют дальнейшего развития. Используя в них коррелятивные подходы к поиске нервных крыльев и сознания просто не могут дать удовлетворительного ответа на вопросы, глубокие вопросы о природе разума и субъективного опыта. Такие как почему опыт связан с активностью одних структур, но не других, каким образом можно выразить опыт для разных нервных систем, имеющих разные структуры, разные нейроанатомии, и так далее, и так далее. В этот момент ряд исследователей отказываются от дальнейшего рассмотрения этой проблемы, считая ее безнадежной. Я придерживаюсь предсказания другой точки зрения. Я думаю, что это тот момент, когда проблемы становятся особенно интересными, многообещающими. Просто, если сознание и разум нельзя объяснить в рамках редакционной, науки, то для решения этих вопросов требуется нередакционная теория. Это теория, которая должна описывать опыт как фундаментальный феномен. Но фундаментальный феномен не на уровне физики и фармсихизма, а фундаментальный феномен в диалектическом смысле, как фундаментальный феномен, появляющийся на новом фундаментальном уровне организации материи живой природы. Фундаментальные феномены и это определение требований к фундаментальной теории не могут быть объяснены в терминах чего-то более простого. Для того, чтобы объяснить фундаментальный феномен, всегда требуется фундаментальная теория. Я убежден, что задача, которая стоит сегодня и перед всей когнитивной наукой всеми ее областями и осталась не решенной во время когнитивной революции продившей волну когнитивных исследований в второй половине XX века, это создание фундаментальной теории, которая объединяла бы процессы в мозге и разуме. Требования к такой фундаментальной теории конечно очень велики. Она должна переопределить объекты своего исследования. После того, как такая фундаментальная теория будет сформулирована, мы будем по-другому понимать и что такое мозг и что такое разум. Она должна объединить очень большие массивы известных наблюдений, некоторыми едиными и достаточно простыми правилами. Она должна предложить эксплицитные преимущественно математические модели, которые могут объяснить возникновение физики и сознания из динамики нервной активности. Она должна соотнести эти модели с вопросами возникновения этих свойств в эволюции, биологической эволюции и в индивидуальном развитии. Она должна соотнести их с многими проблемами, решенными в области психологии и когнитивной науки, формированием концепции, видами памяти, человеческим языком. Она должна спроекцировать эти модели на философские концепции проблемы, которые тянутся хвостом на протяжении нескольких веков. Она должна предложить проверочные тесты для этих моделей в терминах и экспериментальных эмпирических фактов. И, наконец, она должна предложить новые направления исследований, поставить новые вопросы, которые до сих пор не стояли перед экспериментальной наукой. В плане проблем, которые стоят перед этой теорией, их диапазон также очень велик. Здесь перечислены только некоторые из них, которые стоят нерешенными также на протяжении десятилетий. Это проблемы соотношения мозга и разума, проблемы соотношения разума человека и разума животных, проблемы соотношения сознательного и бессознательного, что составляет две части разума, проблемы соотношения врожденного и приобретенного в разуме и поведении, проблемы соотношения локализованных и распределенных функций в головном мозге. Список вопросов, которые касаются феноменологии, того, каким образом эта теория должна иметь данные, делая не только с данными от третьего лица, наблюдение за поведением и нервным процессом, но и субъективным опытом, также очень велик. И вот здесь дана некоторая характеристика свойств феноменологических сознаний, сформулированных в одной из последних работ Эдельмана на эту тему. И адекватная, естественно, научная теория разума и сознания должна решать и все эти вопросы. И адекватная теория развития и процессы, морфогенеза и развития. Ясно, что создание этой теории – это дело будущего. И задача, которая будет стоять, по-видимому, перед многими поколениями в области исследований мозга. Но я буду исходить из того, что постановки такого вопроса и поиски таких фундаментальных принципов никогда не бывают слишком разными. Начинать такую работу никогда не было слишком рано. И предложу сегодня некоторые черты каркаса такой исследовательской программы. В основе этой программы лежит гиперсетевой принцип организации высших явных функций. Здесь показаны некоторые блоки работы над такой фундаментальной теорией. И я коснусь только некоторых из них. Эта теория, как я обращал внимание вначале, должна отвечать на глубокие вопросы перед когнитивной наукой. Вопросы о природе исследований феноменов. Что такое мозг, что такое разум, как соотносится мозг и разум. Эта теория должна иметь три феноменологические области, которые она должна объяснять в виде эмпирических фактов. Это феноменология от первого лица, субъективный опыт. Психологические феномены и поведение исследуемое от третьего лица. Опыт других зрелых дисциплин, таких как физика, показывает, что такую теорию нельзя создать сразу. И существуют некоторые методологические принципы и подходы, которые использовались в физике. Я их здесь назвал галилеевский стиль, это не мой термин, его активнее использовать. Например, хомский, инштейнская методология и дарменовский подход. Да, я не буду останавливаться на них сегодня. Теория должна работать с тремя видами теоретических моделей. Об этом будет на одном из слайдов. Теория должна иметь некоторые стартовые условия, базовые условия, которые предопределяют и специфицируют появление разума в биологической эволюции. И они должны быть достаточно простыми и универсальными, потому что мы знаем, что разум возникал во многих таксонах нервной системы, имеющей разную организацию. Теория вводит некоторые ключевые понятия, принципы генерации, виды элементов, то есть новой концепции. И в конечном счете исследует вопросы структуры разума, происхождения разума и динамики и функции разума, формулируемого как когнитон. Постепенное движение в познании скрытых явлений окружающего мира, например физики, показывает, что формулировка этих принципов всегда начинается с некоторых логических и концептуальных положений, которые еще не формализованы математически. Это некоторые аксиомы, это то, о чем говорил Эйнштейн, анализируя методологию создания фундаментальных теорий. Эти аксиомы не играются дериватами процессов индукции отдельных фактов, а генерируются как утверждения, которые в дальнейшем через выводимые следствия сопоставляются с реальностью. Для большего содержания этих принципиальных моделей необходима их формализация. Необходима математическая часть этих теорий. В этом месте те, кто работают с реальными биологическими субстрактами, должны вступать в контакт со специалистами в области математики и теоретической физики, знающие аппараты работы с такими моделями. Работа с такими формальными моделями наполняет теорию большим содержанием и позволяет проводить внутренние проверки постулатов теории на их согласованность и делать различные виды моделирования. Но для того, чтобы теория добралась до своих следствий и проверок, она должна после формализации вернуться в физическую, биологическую, субстанциальную модель. Это вновь работа математиков с биологами, знающими содержание своего субстрата и проводящего следствие теории до их предсказаний в области нервных процессов, которые можно исследовать экспериментальным путем. И персетевая теория мозга дает следующие ответы на три ключевых вопроса о природе, о том, что такое изучаемые нами феномены. Это провизорные ответы. Я вернусь к более интегрированным ответам в последнем слайде своего сообщения. Но начальный ответ выглядит следующим образом. В ответ на вопрос, что такое мозг, теория говорит, что принципиальный ответ, любой мозг может быть представлен как сеть. Что такое разум? Любой разум может быть представлен как сеть. И вопрос о соотношении мозга и разума и в мире. Разум является гиперсетью мозга. Любой мозг может быть представлен как гиперсеть, и эта гиперсеть является разумом. Я хочу подчеркнуть очень важное свойство этой теории. Она структурная теория. Она ставит структуру перед динамикой. Это важная особенность, потому что, как мы видели из современных нейрофизиологических исследований, основные вопросы, которые ставятся, это вопросы о психических процессах, что, естественно, они связаны с субъективным опытом. И это вопросы, которые касаются динамики, в частности, в нервной системе. Предлагаемая теория идет обратным путем. Она начинает с описания структуры разума. Той структуры, которая существует в нервной системе, даже когда мозг находится без сознания и не участвует в психической деятельности, в глубокой коме, под наркозом. Эта структура сохраняется. Эта структура – это то, что создавалось в многими миллионами лет эволюции, в течение длительного индивидуального развития, в течение обучения. Эта структура имеет несколько свойств. И это принципиально для естественной научной теории. Первое – это физическая структура. Разум – это физическая структура. Это органическая структура. Второе – разум – это биологическая структура. Мы не знаем сегодня примеров существования разума, не прошедшего биологическую эволюцию. Мы знаем разум лишь у биологических существ. Соответственно, разум – это историческая структура. Это историческая структура в плане ее возникновения в эволюции, это историческая структура в плане возникновения ее в результате развития. И у социальных нервных систем и социальных агентов, которыми является большинство, это социально-историческая, а вот человек – это и культурно-историческая структура. И в конечном счете, то, о чем я говорил в отношении математической модели, разум – это математическая структура. Разум может быть абстрагирован от конкретного содержания и конкретной формы в нервной системе, точно так же, как шахматная игра логически может быть абстрагирована от конкретной доски с шахматами или ее представления на экране компьютера. Представление разума как структуры позволяет сделать следующий шаг – сказать, что в этой специфической структуре протекают специфические процессы. И все психические и субъективные процессы, которые исследует психология, это процессы в этой специфической структуре. В области теории гиперсетей, теории топологической алгебры, гиперсети, о которых дальше будет идти речь, формулируется и называется так «бэкпловка», «поддержка». А процессы, которые протекают в этих гиперсетевых структурах, называются «трафиком». Разум – это структура такая же, как структура социальной сети или структура города с его улицами и дорогами. Психические процессы – это трафик в этой специфической структуре. Соответственно, в задачи теории входит описание специфических законов этих структур, принципов их происхождения, отличающихся от принципов происхождения физиологических микроструктур, их функций, их казуальностей и процессов в них. Разберем некоторые пункты. Любой мозг может быть представлен как сеть. Это сегодня достаточно банальное утверждение. Я заменил его менее банальным утверждением в конце своего выступления. Банальное оно, потому что мы все мыслим нервную систему абстрактной веги сети. И этот подход нашел воплощение в науке, которая сейчас очень активно развивается в области исследования мозга, которое получило название «Коннектоники». Это в значительной степени связано с новыми возможностями исследования структур мозга человека и животных, а также активности, протекающей в бодрствующем мозге человека и животных. Эти данные позволяют строить два типа сетей. Они позволяют проводить анатомическую портфеляцию мозга на различные структуры и устанавливать связи между ними, строя структурные сети мозга, или регистрировать активность из различных участков мозга и различными методами корреляции линейной и нелинейной, устанавливать функциональные связи коактивности этих областей, строя функциональные сети мозга. Это делается с помощью графов и теории графов, использующих методы связанности, матрицы связанности, где разные структуры или точки отведения заносятся в матрицы и устанавливается их связь между ними. И происходит реконструкция связей между этими единицами, рассматриваемые как узлы в сетях. А эти связи могут быть либо морфологическими, либо, как я говорил, функциональными. Из этого сегодня делаются глубоко идущие выводы в отношении когнитивных вычислений, протекающих в таких сетях, как основу когнитивных процессов. Идеалом, мы знаем, является построение таких сетей на клеточном уровне, потому что исследования на протяжении последних лет показывают на тонком уровне, что даже в одной и той же структуре функционально специализированные разные клетки имеют разные связи с другими структурами мозга. Они сегрегированы, и поэтому на уровне просто макросвязей коннектомы являются лишь первым приближением. Однако в области установления полной структуры клеточных связей, полное описание связей на клеточном уровне, мы имеем сегодня пока лишь один объект с небольшим количеством нейронов. Это почвенная аниматода сериалегризм. Почему так важно описание объекта в области в терминах теории сети и теории графики? Потому что рассмотрение любого сложного объекта как сети переводит его анализ в некое универсальное теоретическое русло, давая для этого метрику описание, давая законы работы такой сети, давая ее специфическое устройство в виде топологии. Предложением теории, которые являются, гипросетевой теорией, которая является менее очевидным, но, я убежден, будет занимать эльберические исследования в области когнитивных процессов человека и животных на протяжении последующих лет, является утверждением, что и любой разум, для которого мы вводим понятие когнитон, может быть рассмотрен и представлен как сеть. И этот формализм дает совершенно новую метрику и способы анализа таких сетей, как в области памяти, различных видов памяти, так и в области языка, так и в области поведения человека и животных. Все это может быть представлено как динамические и структурные сети. Описывая такие сети теоретически, мы можем ввести следующие понятия. Разум, как говорилось уже выше, представляет в гипросетевой модели мозга реальность. Он образует некий макросистемный уровень существования мозга, который опосредует информационное отношение целого агента с окружающей средой. Как всегда бывает со скрытыми реальностями, требуются новые концепции и понятия, описывающие элементы этой реальности. И мы вводим три таких базовых понятия. Первое из них – это КОК или когнитивная группа. Согласно этому принципу, любой разум обладает зернистой структурой, такая тамарная структура, которая состоит из КОКов. КОК – это элемент опыта, кодирующий тот или иной аспект соотношения целостного агента с теми или иными аспектами окружающей среды. В любой сети, кроме узлов, а КОКи являются узлами, должны существовать связи. Для обозначения таких когнитивных связей, которые отличаются от нервных связей, я хочу подчеркнуть это, теория вводит понятие links of COGS или LOG. Таким образом, разум, состоящий из когнитивных групп, из когнитивных элементов, тесно вязан. И КОГи и ЛОГи образуют единую сеть, которая обладает новыми специфическими системными свойствами топологии, которые не описываются в терминах отдельных КОГов и ЛОГов. Эта топология разума когнитона может развиваться в онтогенезе, в эволюции, может нарушаться при тех или иных повреждениях нервной системы, при дегенеративных заболеваниях и является предметом специального изучения и описания. Ирмин КОГ был выбран по следующим причинам. Он несет в себе два смысла. С одной стороны, КОГ в английском языке обозначается некоторый элемент, небольшой элемент более целостной организации, играющей некоторую важную роль в этой структуре. В этом смысле КОГи являются элементами в сети разума. Но, с другой стороны, КОГ — это аббревиатура от когнитивной группы, когнитивной группы нейронов, которые сцеплены единым когнитивным опытом. Таким образом, КОГНИТОМ представляет собой сеть из такой распределенной сети когнитивных групп, взаимодействующих между собой. Любой КОГ является таким образом дуалом. Он, с одной стороны, является набором нервных клеток, а с другой стороны, в совокупности кодирует некоторые новые свойства, которые не присущи отдельным его элементам. Например, устойчивость в снопе соломы. Или, переводя это в язык формализации, является гиперсимплексом. Гиперсимплексы — это терминология из теории гиперсетей, топологической алгебры. И основание гиперсимплекса содержит множество элементов одного уровня, а его вершина образуется описанием их отношений, relation, и приобретает интегральные свойства, делающие элементы в сети более высокого уровня, гиперсети. Реализационным такое структурированное множество является потому, что их отношения эксплицитно заданы в математической теории гиперсетей. Гиперсеть представляет собой совокупность таких связанных гиперсимплексов. В отличие от сетей, которые не имеют формализации для описания многоуровневых систем, гиперсети являются адекватным инструментом для формализации и структуры, и динамики многоуровневых систем. Как элемент в математической теории гиперсети представляет собой естественное расширение исходных графов, гиперграфов и сетей. И в упрощенном виде любая сеть может быть представлена как гиперсеть, состоящая из попарных связей своих элементов. Для нас важно, что гиперсети — это сети сетей сетей. они позволяют устанавливать отношения не только между двумя соседними уровнями, но и строить многоуровневые иерархии. Это важно для того, чтобы понять, каким образом организованы когнитивные сети. Согласно гиперсетевой теории когнитивные сети имеют три слоя, фундаментальных слоев. Они задаются, эти фундаментальные слои, тремя правилами генерации. Первый уровень, который мы называем альфа-уровнем, и который состоит из оперонов, образуется путем пролиферации этих элементов. Значит, альфа-коги или опероны — это классические функциональные системы. Здесь надо сказать, что предлагаемая теория является дальнейшим развитием классической теории функциональных систем. Новые функциональные системы возникают в ситуациях недостижения результата заданными способами в существующих функциональных системах. И поэтому рост новых функциональных систем, появление новых систем является историческим и иерархическим процессом. Они являются связанными друг с другом и порождаются новые группы элементов, связанные новую систему, оперон, за счет активности предыдущей системы. Между ними устанавливается связь. В отличие от классической теории функциональных систем и системно-селекционной теории Вячеслава Борисовича Шваркова, которая является развитием классической теории, в предлагаемой теории вводятся еще два уровня когнитивных элементов. Один из них называется квалонами или бета-когнитивной лединицей. Это единицы, которые образуются путем перекрытия двух множеств одной функциональной системы и ее активности и другой функциональной системы и ее активности. Те клетки, которые оказываются общими для этих двух функциональных систем и претерпевали специализацию в первой и второй системе, приобретают новые функциональные и каузальные свойства, которые являются общим элементом для двух систем, в том числе, поскольку эти системы соотносят организм со средой в аспектах соотношения организма с внешней средой в области сенсорной или моторной деятельности. третий принципиальный тип элементов это элементы, которые образуются путем интеграции бета-единиц. Это гамма-единицы, гамма-хоги или холоны. Холоны называются потому, что они являются объединениями различных клеточных групп холонов. Только после того, как функциональные системы в своей активности генерируют холоны, могут появляться холоны, которые кодируют субъективный опыт. Субъективный опыт, который мы связываем с состояниями сознания, состоит не из нервных клеток, а из когнитивных групп более нижнего уровня холонов, которые все возникают в результате обучения. Часть из них могут возникать также в развитии этой две вопроса к случаям. Таким образом, теория говорит, что любой когнитивный агент имеет как минимум два макроуровня в организации своей нервной сети. Сети из функциональных систем или альфа-групп и их связи, и сети из метасистемных блоков модулей бета-когнитивной группы хвалоны и их связи. В некоторых ситуациях связанных с возникновением специальной нейроанатомии нейрофизиологии когнитивный агент может иметь и третью факультативную сеть из гиперсистемных комплексов, то есть комплексов из уже когнитивных модулей, которые называются гамма-элементами или холодными. Я уже сказал, что альфа-элементы или опероны это классические функциональные системы, и это означает, что они обладают динамикой, они обладают операциональной архитектоникой, в состав которой уже входят свойства нефизиологического уровня, такие как мотивация, память, принятие решения, цель, результат. Такие функциональные системы имеют распределенную локализацию в мозге. В дополнение классической теории функциональных систем гиперсетевая модель вводит представление о связях между этими функциональными системами как предметом специального исследования. так же как и топологии этой сети. В отличие от альфаэлементов или функциональных систем, бетаэлементы это классические нейронные ансамбли, обладающие свойствами локальности, обладающими свойствами хевовских ансамблей, состоящих из групп, лежащих в определенных областях мозга. таким образом мы имеем как минимум два слоя в простом когнитивном агенте. В сложном когнитивном агенте, как я говорил, появляется третий слой, когда из функциональных систем путем их перекрытия в связанных с ними нейронах и дифференцировки этих нейронов появляются валоны, а из комбинации таких специализированных групп, специализированных нейронов, клоунов, способны формироваться целостные образы и сцены, составляющие структуру потока сознания. Теоретические модели, помимо необходимости интеграции и понимания большого количества фактов, важны тем, что они определяют также и постановку новых вопросов и формирование программ новых исследований. Гиперсетевая модель ставит новые вопросы. Она задает вопросы о том, что такое когнитивная группа или КОК и каковы его специфические когнитивные свойства, причем каковы его специфические когнитивные свойства для функциональной системы, имеющей результат, для КВАЛОНа, который может быть смещен как в область сенсорной области, так и в область моторной единицы, также и в область, которая занимает основную часть нервных элементов, специализирующихся таким образом, и которая может быть связана с кодированием концептов, которая может быть связана с кодированием элементов языка и других осиполуровневых элементов. Это ставит вопрос о нейронном кодировании когов, каким образом такие функциональные системы, такие колонны и такие колонны распределены и представлены в различных нервных системах. Это ставит вопрос о специфике связи, каким образом и что такое связь между такими когнитивными элементами, каким образом она представлена в нервной системе, и топологических свойствах когнитивных сетей как в целом. Она ставит специальную группу вопросов о происхождении, и здесь, как вы видите, не все вопросы являются перекрывающимися, то есть не во всех ячейках поставлен знак вопроса. Потому что теория предполагает, что и альфа, и бета, и гамма когнитивной группы способны возникать, как я говорил, в обучении. Причем альфа является драйвером, мотором для формирования бета-групп, и только после формирования достаточного количества бета-групп появляется интеграция из них дающей гамма-группы. Но теория также говорит, что альфа и бета-группы функциональной системой и колонны могут возникать и в ходе индивидуального развития до появления поведения и обучения психической деятельности. А раз они возникают в развитии, то они должны были возникать и в ходе эволюции. И это вопросы о происхождении, которые стоят перед теорией. то, что нас сейчас больше всего интересует в области наших собственных эмпирических исследований, направляемых этой программой, можно было бы сформулировать как движение в сторону завершения Сеченовской и Павловских программ. Сеченовской программой, потому что коги, когнитивные группы даронов, это продолжение идеи Сеченова о естественных группах и их последовательных как основы функционирования нервной системы и синхронизации. А локи Линксов-Когс это то, что интересовало Павлова как временные связи, ассоциации, которые формируются. Мы хотим подчеркнуть, что они формируются как дуалы, они имеют нервную структуру, но формируются на высшем уровне. Соответственно, подходы, которые мы используем в наших собственных экспериментальных исследованиях, некоторые из них перечислены здесь. Мы, с одной стороны, обращаемся к новым физическим и оптическим методам и технологиям исследования мозга, такие как оптическое просветление мозга, фуллиоресентная ультрамикроскопия, фотонная томография. А с другой стороны, используем это в комбинации с генами индуцированной нервной активности, генами, которые мы в свое время открыли в 80-е годы, изучая механизмы поиска и занимаясь поиском механизмов формирования новых элементов опыта, памяти. Это можно сформулировать как программу генетического захвата, визуализации и каузального исследования, контроля над когнитивной нервной сетей головного мозга. Я поясню некоторыми иллюстрациями, в чем она заключается. Неким вдохновением для этой программы была фантазия Ивана Петровича Павлова, который в 13-м году, пытаясь охарактеризовать, как ему представляется физиологически то, что обозначаем словами сознание и сознательное, сказал, что если бы можно было видеть сквозь черепную крышку, и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью этой концепции тех времен светилось, дальше он говорит, что бы мы увидели в коре головного мозга в моменты осуществления сознательной деятельности. Мы попытались воплотить эту фантазию Иван Петрович физически, сделать так, чтобы можно было видеть сквозь черепную крышку и чтобы место оптимальной возбудимости в процессе осуществления технических функций светильности. Для этого мы воспользовались новыми подходами в нейробиологии. Если классические подходы изучают нервную активность за счет регистрации электрических процессов потенциалов действий синаптических потенциалов или метаболических процессов, сопровождающих эти явления в виде утилизации дооксиглюкозы, поглощения кислорода, соотношения оксидезоксигемоглобина, то мы воспользовались открытием того, что в взрослом мозге некоторые гены, работающие в ходе дифференцировки клеток, активируются как механизмы клеточной специализации дифференцировки в момент приобретения животным нового опыта. Более того, гены эти являются каузальными, потому что блокада экспрессии этих генов приводит к невозможности сформироваться новому субъективному опыту, новому поведению. У нас интересовало то, что имея молекулярные зонды, выявляющие работу этих генов, мы можем увидеть те сети нервных клеток, которые в отличие от электрической активности включают в себя отдельные элементы такой сети в момент формирования новой когнитивной сети, хранящей новый опыт. Это может быть один нейрон здесь, другой здесь, и таким образом огромная распределенная сеть. Способность нас увидеть клетки, которые включаются в этот процесс по всему мозгу, позволяет увидеть такую сеть целиком. Мы предложили методы, которые направлены различными методиками иммуногистохины, институ гибридизации для выявления этих сетей. И в последние годы мы воспользовались трансгенными технологиями, где исследуемые гены, включающиеся в клетках, формирующие новую когнитивную сеть, используются для того, чтобы запустить в этих же клетках, вот здесь видны некоторые клетки в коре головного мозга, экспрессию флюоресцентных белков, то есть воплотить павловскую идею, чтобы эти клетки в момент своей оптимальной возбудимости, включения в эту сеть, реально светились. И действительно, если мы осветим мозг животного в такой трансгенной линии, когда активны эти гены, то мы увидим такое эндогенное свечение, в отличие от мозга нормальной нетрансгенной контрольной мыши. Сложность заключается в том, что, как видите, это свечение является диффузным. Во-первых, из-за того, что свет рассеивается непрозрачной тканью мозга, а во-вторых, из-за того, что многие слои работающих вместе нейронов дают совместное свечение, которое не позволяет дискриминировать эту огромную нейронную сеть. Чтобы обойти эти сложности, мы вначале разработали специальные технологии, которые позволяют оптически просветлять ткань головного мозга. Здесь показаны мозг новорожденного животного и взрослой мыши до просветления такими технологиями. А здесь они лежат на этой же сеть, где вы видите некоторую мутность после просветления. И на больших длинных волн их эффективность прозрачности достигает почти единицы. Для того, чтобы увидеть дальше эту сеть, недостаточно сделать мозг прозрачным. необходимо просканировать его таким образом, чтобы элементы на каждом слое дискретизировались. Мы могли видеть эту сеть на клеточном уровне на каждом из слоев. Для этого мы вместе с нашими физиками в институте Нижнего Новгорода разработали специальные методы клеточной томографии, которые позволяют с помощью тонкого лазерного луча, возбуждающего флуоресцензию только в определенном слое ткани прозрачного мозга и передвигая его, сканируя по вертикали, собирать трехмерную реконструкцию этой сети, как вы видите на этой иллюстрации. После этого, даже если она собрана была в горизонтальной плоскости, мы этот объем можем перерезать в любом направлении и таким образом видеть топографию этой сети, клеточной сети в мозге. Сегодня мы пользуемся гораздо более продвинутыми уже методами просветления и визуализации и здесь вы видите одну из недавних реконструкций, это мозг целой мыши и отдельными зелеными точками видны отдельные нервные клетки таким образом, что это позволяет нам увидеть захватываемую и изучаем нами нейронную сеть в целом мозге с клеточным разрешением мы можем видеть все клетки этой сети. Более того, если мы зуммируемся на небольшой участок этой области, мы можем увидеть не только отдельные клетки, но как вы видите здесь, это будет видно чуть позже на большем увеличении, и дендриты этих клеток или в некоторых случаях аксоны этих клеток, то есть изучать эту сеть в плане того, какие элементы связаны с какими, применяя различные методы тоже генетического маркирования. мы можем налагать эти данные на данные конфокальной микроскопии, когда мы можем доходить до уровня зуммирования на отдельных клетках, и в данном случае из трех нейронов один из них желтый с желтым телом помечен, потому что это нейрон, вовлекавшийся в когнитивную задачу, экспрессирующий, как было показано на схематической диаграмме с импульсной активностью ген, а эти два нейрона лежат рядом с ним, связаны с ним, но не вовлекались в эту деятельность. Мы можем задавать вопросы, как меняется дерево шитиков, структура, морфология таких клеток по сравнению с клетками, которые не вовлекаются в этот опыт, какие контакты они вступают, изучать эти процессы когнитивной специализации на клеточном уровне. Для этого мы используем два подхода. Один из них я в значительной степени рассказывал, это экс-вилл подход, когда мы должны обратиться к мозгу, который имеет след такой когнитивной активности. Но это происходит после смерти животного. И второй подход это прижизненные исследования, которые позволяют неоднократно входить в один и тот же мозг, задавая вопросы о том, как такие когнитивные сети формируются и меняются в динамике и при ассоциации с другими сетями. Вот один из новых методов такой когнитивной индексации клеток, которые мы сейчас используем в нашей лаборатории. Для этого используются две видни трансгенных животных и одна из них несет промотор гена ФОС, активирующегося в ее нейронах в момент того или иного когнитивного эпизода, но запускающего не работу самого гена или даже не работу флуоресентного белка, а работу специального фермента, взятого из бактериофага, который называется креорекомбиназа. Этот фермент способен, если он находит какие-то участки, которые специфичны для него как рецепторы в геноме, вырезать и проводить генетические рекомбинации в геноме этой клетки, где он находится. В норме в обычной мышке таких участков, которые называются локсписайта, естественно, нет. И поэтому, когда в ее мозге экспрессируется ген ЦФОС в ответ на какой-то опыт, эта креорекомбиназа активируется, для этого нужно еще специальное введение гормона томоксифена, которое запускает и разрешает реактивироваться, но ничего не делает. если мы скрестим эту линию мышей с линии мышей, в которой есть такие локсписайты, сделанные специально так, чтобы не давать работать другому искусственному гену, который молчит во всех ее клетках, этот искусственный ген может быть либо флуоресцентный белок, либо, как я покажу дальше, оптогенетический конструкт, который позволяет с помощью света активировать эти клетки. Если такая скрещенная двойная трансгенная мышь оказывается перед эпизодом нового когнитивного опыта в момент, разрешенный окном введения гормона томоксифена, то новый опыт, влияя на клетки в ее головном мозге, запускает в них креекомбиназу, она удаляет локсписайты, стопкодоны из генома нейронов, которые вовлекались в этот когнитивный опыт, и на всю жизнь, я хочу подчеркнуть, на всю жизнь, до смерти, не важно, когда это произошло, у новорожденной мыши, взрослой мыши, меняет геном нейрона, который вовлекался в эту когнитивную сеть. И так, во всех нейронах этой сети мы способны изменить структуру ДНК нейронов специфическим образом, только той сети, которая участвовала в этом когнитивном опыте. Зачем это нам нужно? Мы, во-первых, можем увидеть всю эту сеть, потому что здесь стоит флюоресертный белок, который заставляет теперь эти нейроны светиться, не в тот момент, через несколько минут после этого опыта, а на всю жизнь. Мы можем задавать вопрос, который вы увидите на следующем слайде. если такой когнитивный опыт был увидеть один объект, например, резко отрицательный, а затем через некоторое время животное сталкивается с похожим объектом и категоризует его как такой, или сталкивается с другим, который имеет такой же эмоциональный компонент, или сталкивается с похожим объектом, имеющим положительный компонент. Как работают нейроны этой сети в последующих когнитивных сетях, то есть каким образом происходит такая специализация и перекрестный разговор между этими сетями. И второй вид экспериментов, который я покажу дальше, позволяет задавать каузальный вопрос, то есть это вопрос не коррелирования, а вопрос причинной роли элементов такой когнитивной сети. Это становится возможным благодаря методам оптогенетики, которых будет речь на следующем слайде, позволяющим запускать активность внутри ткани мозга только в тех клетках, которые участвовали в этом когнитивном опыте. И задавать вопрос, если мы возбуждаем этот участок в этой области мозга, они не равнозначны могут быть в когнитивной сети, то способна ли вся когнитивная сеть возродиться и вызвать субъективное состояние, страх, например, и поведение, которое было связано с формированием этой сети. Ну вот здесь показано, как мы можем дважды визуализировать такие клетки. Здесь первая сеть, которая покрашена зеленым цветом, это нейроны, активировавшиеся в мозге мышек в момент формирования классического паузского условного рефлекса, условного рефлекса страха, когда ее помещают в новую обстановку, она получает это как условный сигнал, и после этого получает неприятное подкрепление удар тока. Здесь показаны нейроны, которые вовлеклись в такую сеть в коре головного мозга, вы видите разные слои, в гиппокампе и в миндалье, которые связаны с эмоциональным образом. Красными клетками и белыми стрелками показаны нейроны, которые это было за несколько дней до этого эксперимента. В второй части эксперимента животных помещали в ситуацию номер два, которая активировала вновь популяцию клеток. И они показаны здесь красным цветом. Если красные клетки в эпизоде номер два с зелеными перекрещиваются, то они становятся оранжевыми. То есть это мы видим нейроны, которые работали и там, и там. Это позволяет нам исследовать взаимоотношения между этими сетями. Это сложный путь, и мы можем это сделать сегодня пока только для двух эпизодов. Первый, который мы пометили генетический сеть, а второй, который происходил перед тем, как животное было взято в эксперимент с просветлением мозга. Однако вот этот подход позволяет нам делать это многократно. В этом подходе мы используем животных, оперированных специальным образом, когда им в череп после трепанации вживляется специальное стеклянное окно, прикрепляется к черепу специальное крепление, позволяющее зафиксировать голову в жестком положении под этим стеклянным окном под объективом специального двухфотонного микроскопа, проникающего на глубину коры головного мозга. животное может находиться в этом эксперименте в течение многих дней. В один день, второй день, третий день, через неделю, через две недели, через три недели. И каждый раз перед этим экспериментом мы можем наносить новое тестовое воздействие и сравнивать по колокализации различных маркеров, находить все время в мозге этого животного одни и те же нервные клетки в первый день, второй день, третий день. И таким образом сравнивать многие когнитивные эпизоды хронические в условиях этой активности. А этот эксперимент показывает когнитивные исследования с помощью оптогенетики. Оптогенетика позволяет вживляет специальные гены светопочувствительных каналов светом возбуждать активность этих нейронов. Здесь показана мышка, которой мы вживили, трансгенная мышь, у которой такие есть нейроны и в коре головного мозга. Ей было вживлен оптическое волокно оптогмотовную кору в одном полушарии. Стимуляция светом, которую вы видите, когда появляется лайт и начинает синим светиться от рот, вызывает у нее поведение вращения в противоположную сторону. Когда она не стимулируется, она сидит, когда включаем свет, мы возбуждаем соответствующую группу методом. Здесь я хочу подчеркнуть, что идея о том, что когнитивные процессы являются только высокоуровными и существуют на неком абстрактном уровне, она в действительности недостаточно глубокая. Она имеет очень древнюю историю. Если вы вспомните знаменитый аргумент Лейдница про мельницу в приведенной монодологии, который говорит о том, что если бы мы увеличили мозг до размеров огромной мельницы и зашли бы внутрь и могли бы наблюдать за тем, что происходит в ее колесах, то мы не нашли бы ничего такого, что позволило нам судить о происходящих в мозге процессах, связанных с разом. В действительности философские это ложная теория, потому что правильное философская позиция, развивавшаяся многими церковь отечественными методологами Панамарьево Степинова заключается в том, что появление следующих уровней организации материи приводит к тому, что появляющиеся новые свойства способны транслироваться и превращаться в специализацию более низкого уровня элементов. Это говорит о том, что мозг когнитивно специализированный, он другой уже и на уровне отдельных элементов. Они не такие, как это было до того. И именно это позволяет нам ставить вопросы о том, что мы можем исследовать эти процессы не только как глобальные, но и как процессы, протекающие в мозгу, измененным этим когнитивным, а для человека это и социальным и культурным опытом. таким образом подводя резюме сказанным. Нас интересуют эти три вопроса. Нас интересуют устойства мира. Гиперсетевая теория мозга отвечает на них следующим образом. в предварительном варианте, который я в основном излагал для настоящего выступления, она отвечает на них следующим образом, что любой мозг это нервная сеть, которую мы можем представить как коннектон. Любой разум это когнитивная сеть, которую мы можем представить как нутон. знак восклицания здесь показывает, что степень новизны этого утверждения очень низкая. Это банальная вещь, которая была известна нейронатомам с конца XIX века клятичной теории. Эта вещь имеет большую новизну, хотя вопросы о семантических сетях, сетях памяти, языковых сетях исследовались и будут исследоваться все больше и больше. Следующий тезис говорит о том, что любой разум это гиперсеть, образуемая мозгом. Однако это не интегрированный ответ. Интегрированный ответ представлен в следующей части таблицы. Он движется дальше. Он говорит, что мозг, любой мозг, сложившийся в ходе биологической эволюции исторического развития, только кажется обычным биологическим органом, как нервная сеть, на самом деле он же и гиперсеть, которая трансформирована, как я пытался показать, в область агентивной специализации, даже до ее элементов. Но эти элементы, это элементы, образующие